Расходы в браке больше, чем в период ухаживания. Почему так происходит, почему так должно быть и, собственно, какие здесь механизмы включаются? Дело в том, что многие люди думают так, ну, конечно, ухаживание сколько длятся? Ну, пускай полгода-год, а потом брак, ну, хотя бы там годы, он может быть там 2-3-10 лет. И, естественно, за это время больше человек тратит. Нет, на самом деле расходы мужчины в период ухаживания меньше, даже если говорить о сумме в единицу времени. Почему это важно? Потому что, как правило, люди считают, что нормально, когда наоборот. И многие женщины говорят, что, ну, вот вначале все было очень хорошо, как-то у нас было много эмоций, много было такой вот остроты, ощущений, и, соответственно, по-моему, он много на меня тратил денег. Были подарки, были какие-то поездки. А сейчас брак, и очень много рутины, много скуки, и также женщина думает, что как-то он мало на меня денег тратит. Так вот, сегодня я вам объясню, почему это не так. Скорее всего, вы либо не замечаете, что мужчина больше тратит на вас денег, чем он тратил на вас в момент ухаживания. И, соответственно, вы тогда перестанете такую взаимосвязь видеть между количеством денег, которое мужчина тратит на вас, и тем, насколько вы счастливы. Либо вы сможете с горечью осознать, что мужчина действительно тратит на вас меньше денег в браке, чем это было в период ухаживания. И сегодня я объясню, почему это не очень хорошо, и почему в таких ситуациях в семье возникает такой базовый конфликт. То есть, не просто женщина недовольна, а это так просто не работает. Меня зовут Евгений Масеев, я психотерапевт и эксперт по отношениям. И сегодня я расскажу, почему в браке расходов больше, чем в период ухаживания. Если вам эта тема интересна, а она должна быть интересна, ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, и мы начинаем. Итак, прежде всего, давайте разберемся, как, собственно, происходит переток ресурсов и энергии в отношениях. Я сейчас говорю о таких отношениях, когда и мужчина, и женщина уже понимают, что они друг другу мужчина и женщина. То есть, это такие устоявшиеся отношения. Ну, по сути, это брак, либо какие-то другие альтернативные варианты таких же отношений. То есть, там, гражданский брак. Любая женщина всегда мужчину стимулирует к тому, чтобы он больше приносил ресурсов в их отношения. То есть, ей и самому же себе. То есть, женщина требует, женщина просит, женщина мужчину вдохновляет, женщина мужчину как-то манипулирует им, опять требует у него, а женщина настаивает, женщина, я не знаю, как пилит ему голову. Но в результате мужчина должен женщине постоянно приносить вот этого вот какого-то ногу мамонта, грубо говоря, в современном эквиваленте. Это деньги или что-то такое вот, ну, что-то важное, что-то ценное. В результате в их вот этом гнезде, в их доме становится все лучше. Дом становится этой полной чашей, потому что женщина, ее как бы часть вот этого вот общей работы, она стимулирует мужчину. А мужчина приносит вот то, что он должен приносить, так сказать, это образно говоря, делает, что-то вот зарабатывает, что-то, чтобы эффективность их жизни, уровень качества их жизни вот постоянно повышался. Нужно понимать, что мужчины, в принципе, менее требовательны к бытовым каким-то условиям. Потребности мужчин, они более такие базовые, более, ну, что-то ближе к чему-то такому физиологичному. И понятно, что мужчине нужно, например, больше есть. Но если говорить о каких-то эстетических вещах, если говорить о вещах, связанных, там, не знаю, с какими-то, ну, с устройством, там, дома, с какими-то, не знаю, может быть, с витиеватостью и разнообразием досуга, то, как правило, у мужчин это развито меньше. И вот если вы посмотрите на холостого мужчину, то холостые мужчины, как правило, они живут достаточно такой простой, утилитарной жизнью, не особо заморачиваясь какими-то вот такими изяществами, изощренствами. А если вы посмотрите на женатого мужчину, то вы заметите, что у него есть много таких каких-то, ну, в его образе жизни много таких вот качественных каких-то усложнений и изменений. То есть это все, это влияние его женщины. И вот, получается, здесь в отношениях мужчины и женщины работает такой, ну, как бы, локомотив, где женщина постоянно мужчину, ну, как бы, трусит, чтобы он больше и больше достигал, а мужчина каждый воспринимает женщину как, ну, чрезмерно расточительную, чрезмерно, возможно, требовательную, но при этом, поскольку мужчина женщину любит, он все-таки это для нее делает. Для мужчины это постоянно такой челлендж. Вот, ничего себе, планка немножко повысилась, вот она и это хочет. Она хочет заменить стиральную машину, как, казалось бы, она вроде и та стирала, но она хочет на новую какую-то заменить, она хочет поменять занавески. Казалось бы, это безрассудно, это глупо, это слишком дорого, это как выкинуть деньги на ветер, но ведь она будет счастлива, я люблю ее, я для нее это сделаю. Это как, знаете, как подарить цветы только в таком, в масштабе, ну, каких-то вот таких уже семейных вещей. То есть мужчина постоянно женщине делает, дает, разрешает то, что она требует. В результате им обоим живется лучше. Что же происходит, если у мужчины и женщины есть какие-то проблемы с контактом? Вот у них нет больше взаимопонимания, они поссорились, ну, по какому-то угодно любому вопросу. В такой ситуации, когда женщина требует у мужчины постоянно, чтобы он что-то делал, мужчина, поскольку ее в этот момент не так уж и сильно любит, он думает, а какого черта я буду туда напрягаться? И мужчина воспринимает женщину, как такая пилилка такая, вот какая-то вот, ягоза, которая постоянно мне требует чего-то, она какая-то меркантильная. И вот крайняя степень, когда мужчина и женщина вообще уже им не о чем говорить, мужчина говорит о том, что да, она меркантильная, ей только деньги от нее нужны. Она высасывает от меня деньги, в этом доме меня никто не уважает, она постоянно вот только требует, 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 она не замечает, ну, она не благодарит меня за то, что я для нее делаю, потому что мужчина не понимает, что, ну, изначально, так как они договаривались, он делал это для них обоих. Соответственно, когда женщина видит такую ситуацию, в ситуации, если мужчина и женщина не в контакте уже, то отсюда возникают все эти, может быть, вы слышали, вот метафоры женские по поводу того, что мой мужчина это просто жирное пятно на диване. То есть, когда мужчина сидит, предположим, мужчина отдыхает, но женщина понимает, что он не делает то, чего я хотела бы, чтобы он делал, то есть он не зарабатывает достаточно денег, он не решает те вопросы, которые я хотела там в плане отдыха, в плане там усложнения домашнего быта, в плане каких-то моих достижений, чего бы я, чего я придумала для наших отношений, ну, для нашей пары, то женщина воспринимает мужчину как вот ему ничего не нужно, он такой вот сидит и ничего не делает. В такой ситуации, естественно, мужчина и женщина входят в такой очень, знаете, крутое пике, где их отношения, если ничего не менять, просто приведут к тому, что они станут, знаете, героями этих вот анекдотов. Анекдоты мужчин про вот этих вот глупых, таких тупых женщин, которым только деньги нужны, они ничего не понимают. И анекдотов женщин о мужчинах, которым тоже ничего не надо, они тупые и вот только вот думают о том, как бы ничего не делать и сидеть на шее у женщины. Соответственно, все вот эти вот ситуации, когда мужчины и женщины говорят друг про друга, что там, ну, женщины говорят про мужчин, что все мужики козлы, там, нарциссы, абьюзеры и так далее. А мужчины, соответственно, говорят про женщин, что это все блондинки, там, какие-то тупые дуры и так далее. Это все ситуации, когда мужчина или женщина в последних отношениях, в которых он был, это были отношения, где они были не в контакте с партнером. и вот у него как-то так оно, знаете, как остановилось, и вот стоп-кадр на моменте непонимания женщины своей какой-то, пускай даже бывшей, из всех женщин в целом. Или в точке зрения женщины, вот женщина не понимала своего мужчину, который так себя вел, и теперь она думает, что все мужчины в принципе такие. Происходит такая генерализация. Почему же в начале отношений, когда мужчина ухаживает за женщиной, он тратит меньше на женщину? Это просто потому, что он тратит столько, сколько он хочет. Значит, эта женщина еще не решила, что это ее мужчина. Женщина ведь в начале, когда мужчина ухаживает, она находится, ну, знаете, в позиции рассматривающего заявку соискателя. То есть женщина смотрит на него, вот будет ли он мэйм или не будет, посмотрим, что он может предложить. А мужчина, соответственно, находится в статусе такого, ну, как бы, не знаю, абитуриента, добивающегося женщину, соискателя, ну, как, что угодно можно говорить. И мужчина делает подарки те, которые он считает необходимыми. Соответственно, это же идеальная ситуация. Ты тратишь столько денег, сколько тебе хочется, денег, ресурсов, там, времени, всего угодно, на то, чтобы подарить женщине то, что, как ты думаешь, ей понравится. Но на самом деле оно, прежде всего, понравится тебе. То есть тебе нравится это дарить. Понравится ли это получить или нет, мы это не узнаем. Это как бы, ответ на этот вопрос мы узнаем только в следующей серии. И несмотря на то, что ухаживания могут быть достаточно такими яркими, знаете, броскими, подарки могут быть очень такими, ну, шикарными, что ли, немного даже пафосными, траты на самом деле гораздо меньше, чем во время ухаживания, чем во время брака, потому что, ну, тут вот эта вся, ну, что ли, такая показуха, торжественность, она необходима, потому что, ну, это как, знаете, ну, как на праздник мы всегда приходим нарядными. Вот и тут все очень такое нарядное. А в быту все очень так утилитарно, но количество ресурсов, количество денег, умноженных на время, умноженных на эмоции, умноженных на какую-то вот, ну, работу, собственно, мужчины, оно гораздо больше должно быть. Если это так и есть, и вы несчастны, я сейчас обращаюсь к женщинам в отношениях с мужчиной, то, значит, вам нужно понять, что происходит у вас с ним, с вашим контактом, что между вами происходит. То есть получается, что мужчина действительно, вот вы так смотрите, да, действительно, он сейчас гораздо больше делает для меня, чем он делал для меня, когда мы встречались, потому что тогда это было, скажем, это был поход в какой-то феерический ресторан на уикенд раз в неделю, а сейчас мы каждый день, вот, ну, как-то так неплохо живем, в общем-то. Но я сейчас несчастна, значит, надо подумать о том, что у вас в контакте, собственно, происходит. Если же вы понимаете, что да нет, черт подери, ничего там, дело тут ни в каком не в контакте, он действительно сейчас меньше на меня тратит денег, но здесь тогда вообще такая ситуация, что, скорее всего, у вас не запустился вот этот вот, такой локомотив ресурсов, то есть вы как-то от него либо мало требуете, либо вы от него требуете, но он, соответственно, не подписывается на ваше вот эти вот, на выполнение вот этих требований, потому что рассмотрите любые отношения, которые вы считаете здоровыми и такими успешными, там всегда женщина, она все-таки подталкивает мужчину, и она его заставляет каждый раз брать все более высокую планку. Может быть, это не так видно вот извне, ну, то есть вроде он себе стабильно работает, а она вроде как не особо его требует, но постоянно женщина-мужчине, ну, как бы держит его в тонусе, за что мужчина-женщине в конце концов потом благодарен. И вот, если вы понимаете, что мужчина на вас меньше тратит денег, чем это было в момент ухаживаний, то это означает, что у вас нет проблем в контакте, у вас, ну, такой по-настоящему вот какой-то контакт, этот социальный договор между вами двумя, он как будто бы и не произошел. То есть вы находитесь в такой ситуации, где, возможно, вы себе решили, что я буду находиться рядом с этим мужчиной, и, в принципе, сама все буду тянуть, а он просто будет, пусть здесь находится для каких-то вот там, ну, таких эпизодических ролей. Ну, или мужчина что-то подобное себе решил. В таком случае вам нужно с ним поговорить, и вам нужно понять, что вы делаете, что с вами происходит, что между вами, и куда вы вместе идете. Я вас попрошу о помощи. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вы согласны с тем, что в браке расходы больше, чем во время ухаживания, имея в виду сейчас сумму на единицу времени, должно ли так быть, или так быть не должно? Потому что мне очень важно, насколько вообще в обществе эта тема широко известна, насколько вообще люди с этим согласны или не согласны. Также можете написать о том, как вот в ваших отношениях, как вы замечаете, у вас сейчас количество, объем вот этих вот оборот денег в семье, он больше, чем в момент ухаживания, либо сейчас мужчина на вас гораздо меньше тратится, чем это было в начале. На этом все. Если вам эта тема понравилась, видео, ставьте лайк под видео. Чем больше будет лайков, тем больше я пойму, что именно вот такой формат вам интересен. Подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг как-то не подписались. Нажимайте на колокольчик, чтобы видеть уведомления о новых видео. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках. До встречи в следующих выпусках.